Медицинская сестра Медицинская сестра Средний стаж медицинских сестер в нашем центре 15 лет. Это говорит об огромном опыте работы именно с онкологическими пациентами. Наши медсестры попадут в любую вену, умеют работать с любым сосудистым доступом, профессионально осуществляют уход за различными стомами и обучают этому уходу самого пациента. Поэтому мы говорим, что медицинская сестра в отделении является для пациента помощником и проводником. Пациенты в стационаре получают оперативное лечение, лекарственную и лучевую терапию. В зависимости от профиля в отделении трудятся постовые, процедурные и перевязочные медицинские сестры. И в совокупности с пациентом в отделении большую часть времени проводит именно сестринский персонал. Но большее время, внимание, заботу, информацию пациент получает, конечно, от постовой медсестры. Она и есть его так называемый проводник. И сегодня мы поговорим о нюансах госпитализации в отделении пациентов и их пребывании. Для начала хотелось бы упомянуть, что при госпитализации пациенту нужно иметь при себе все необходимые ему гигиенические принадлежности, предметы и средства личного ухода, а также запас удобной одежды. И если это оперативное лечение, тогда для удобства можно иметь при себе халат. В настоящее время, как и везде, в условиях пандемии в нашем центре действует палатный режим. Также запрещены все посещения, но разрешены передачи. Это необходимо для предотвращения распространения инфекции, успешного лечения и скорой выписки пациента домой. При госпитализации в отделении вас встретит постовая медицинская сестра, познакомится с вами, покажет вам отделение, расскажет, что где находится, ознакомит с режимом дня. Вот перед вами сейчас типовой распорядок дня, взятый из нашего приказа по внутреннему распорядку. Также медицинская сестра ознакомится с перечнем разрешенных продуктов питания, который тоже указан в этом приказе и с которым вас обязательно знакомят подробно уже в отделении. И, конечно, с списком запрещенных передачи продуктов питания. Далее медицинская сестра проводит вас в вашу палату. Пациент всегда может обратиться к медсестре с любым вопросом, если он чего-то не понял, если ему чего-то не договорили. Медсестра решит вопрос в пределах своей компетенции или привлечет для решения лечащего врача. Если есть вопросы по оформлению больничного листа, то на все эти вопросы ответит старшая медицинская сестра, которая занимается этим. Что касается бытовых условий пребывания пациента, в палате для пациента кровать уже застелена чистым постельным бельем, имеется покрывало, по просьбе пациента выдаются полотенца. При желании можно использовать личные постельные принадлежности и полотенца. Питание пациентов осуществляется в палате, готовые блюда разносят по палатам, приборы и посуда также выдаются, но при желании, опять же, можно использовать личные. Если пациент получает лечение в хирургическом отделении, как правило, операция проводится на следующий день после госпитализации. Накануне операции пациента осмотрят лечащий врач и врач-анестезиолог, которые назначат объем необходимой подготовки. Для полной, всеобъемлющей и стандартизованной подготовки в центре разработан целый комплект документов, где описаны действия каждого работника. И медсестра, руководствуясь назначениями врача, осуществляет комплексную подготовку пациента, рассказывает ему, что входит в эту подготовку, расскажет, как питаться перед операцией, в какое время будут проводиться те или иные процедуры, такие как очищение кишечника при необходимости, бритье операционного поля, использование компрессионного трикотажа и так далее. Хотелось бы обратить внимание, что при оперативном вмешательстве на пациенте не должно быть никаких украшений, поэтому рекомендуется украшения сразу оставить дома. После операции, в зависимости от проводимого лечения и по решению лечащего врача, пациент либо сразу после пробуждения переводится в свое отделение, либо переводится в реанимацию для наблюдения, а уже на следующий день в свое профильное отделение. И уже сразу после перевода в отделение медсестра активно занимается реабилитацией пациента, помогает ему вставать, объясняет правила использования дыхательного тренажера, помогает при необходимости при гигиенических процедурах. Перевязку выполняет перевязочная медицинская сестра, либо ассистируя лечащему врачу, либо самостоятельно. Опыт наших сестер позволяет нам быть уверенными, что перевязка будет сделана правильно, и если медицинскую сестру вдруг что-то смутит в послеоперационной ране, то она обязательно пригласит лечащего врача. Все назначения в дневное время, будь то капельницы, инъекции и тому подобное, выполняет процедурная медицинская сестра в вечернее время – это функционал постовой медсестры. Хочу отметить, что в процессе лечения пациенту могут быть установлены катетеры мочевой и внутривенный. Медсестры осуществляют уход за этими катетерами в соответствии с требованиями руководящих документов, также разработанными в нашем центре. Также медицинская сестра в послеоперационном периоде информирует пациента о питании, следит за соблюдением рекомендаций врача, осуществляет динамическое наблюдение за пациентом с записью всех показателей в лист динамического наблюдения. Также для адекватного обезболивания разработан комплект документов, куда входит шкала оценки интенсивности боли. И пациент после обучения медицинской сестрой самостоятельно оценивает свои болевые ощущения, и медсестра принимает решение об обезболивании согласно этой оценке и руководствуясь назначениями лечащего врача. При госпитализации в отделении для получения химиотерапии или лучевого лечения, медсестра помимо уже выше указанной информации, информирует и консультирует пациента в рамках своей компетенции. Она расскажет о предстоящей терапии, ее примерной продолжительности, питании во время и после лечения. Также медицинская сестра расскажет об ожидаемых осложнениях терапии и о том, что пациент должен и необходимо сообщить медсестре о возникших ощущениях этих осложнений. Далее медсестра примет необходимые меры по устранению неприятных симптомов. И в заключение хочу отметить, что основные аспекты профессиональной деятельности медсестер в нашем центре стандартизованы, разработаны алгоритмы, инструкции, правила. Поэтому все манипуляции осуществляются во всех отделениях одинаково профессионально, качественно и безопасно. Я благодарю за внимание и готова ответить на вопросы.